Я уже хотел заканчивать футбол. Мне уже мама сказала воен, ты одиннадцатый класс, тебе нужно что-то решать. А я так не умею. Я могу вот так, ну-ка, сделать. Будет ли играть ФК Сочи в Лиге Чемпионов? Во. Адаптировался, я был в шоке. Первое время я не выходил из комнаты. Гаджи, Муслим, Гаджи. На замену не выходить, он такой говорит. А ты на какой позиции играешь? Самой Лето, Трауре, Роберто Карвас. Русские игроки были против вот этих звезд, а звезды просто плевать хотели на игроков. Голс протакует, это, поистине не ошибаюсь, историческая победа. Ну да, я чуть не убежал из стадиона, там хорошо закрыто все было. Вырежут, я надеюсь, что-нибудь, да? В каком случае, это будет реклама. Здравствуйте, дорогие друзья, это проект «Вне игры». И сегодня мы находимся в парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи. Рядом со мной атакующий полузащитник команды Сочи Никита Бурмистров, который прилетел на личном самолете под названием «Буран СССР». С комфортом. Вот так. Друзья мои, это проект «Вне игры». Во-первых, я хочу представить футболиста, атакующий полузащитник команды Сочи Никита Бурмистров. И во-вторых, познакомить вас с местом «Парк науки и искусства Сириус». Тут обучаются дети с 11 до 17 лет. Тут очень много чего интересного, классного. Такой шаг в будущее, да? Шаг в будущее. Будем надеяться, что вот то, что мы сейчас увидим, когда-нибудь это все будет. Надеемся. Вот. Об этом обязательно тоже поговорим. Кит, ты учился в школе. Понятно, что школа была абсолютно, наверное, даже не похожа, нежели мы сейчас находимся. Помнишь какие-то моменты в школе? Именно школа. Понятно, что голова забита, скорее всего, была футболом. Ну, сколько лет, кстати, ты начал думать о футболе? Ну, я играл в футбол, но я начал играть во дворе, как и все, лет в 6, наверное, с ребятами. Но так как я вообще воспитывался в деревне, можно сказать так, ну, поначалу не было никаких-то там сильных мыслей. Мы просто играли в какие-то игры подвижные. Слушай, вот у меня на самом деле вопрос. Понятно, что обычно там с 5-6-7 лет выходят во двор. Как ты попал во двор? Потому что во двор попадают по-разному, да, в плане игр. Кто-то там берет баскетбольный мяч, кто-то там, не знаю, абсолютно, как бы там не пристрастен к спорту, да, и мы там вообще, собственно, все равно. Кто-то начинает играть в футбол. А было все. Было баскетбол и в то и то у нас, в общем-то, не было сильных развлекух, да, скажем так, в деревне. Так как, ну, мы играли казаки-разбойники, все подвижные игры, которые могут быть, в принципе, у нас был такой двор. Как можно сказать, что там был не один двор, а все вместе, потому что город компактный, там 2, может быть, 3 тысячи населения. Вот, и все во всех дворах играли двор на двор, там, и всячески, ну, собирались, естественно, футбол, потому что футбол все-таки это самый массовый вид спорта. И самый любимый, наверное, самый, и поэтому, как бы, все ребята в футбол, кто бы скидбол. Ты же просто на тот момент какие-то турниры крупные были по телевизору, показывали? Ну, потому что, знаешь, обычно, как бы, насмотревшись там на чемпионат мира, чемпионат мира, не знаю, чемпионат России, хочется показать себя вдвоем. Ну, мое первое воспоминание из детства, это финал Лиги чемпионов, буквально недавно, вот, со мной обсуждали, в 96-го году, по-моему, сказал, это Ивентус в Баруси. И вот я себя помню оттуда, то, что я начал смотреть футбол, это такое самое яркое, и после этого все, ну, уже до этого был. Скажи, на тот момент, какие любимые игроки были? У меня всегда был один любимый игрок, это Дель Пьера, моя первая майка, его, Ивентус, и как раз он в этом матче забил гол, вот, но потом он же начал узнавать получше все, и разные, потом был Драгбатом, ну, и все другие формы. Как родители отнеслись к тому, что все-таки пора учиться в школе, пора все-таки познавать науки, а голова забита абсолютно другим? Ну, я первый класс, скажем так, учился, в принципе, неплохо, у меня там были какие-то грамоты и все остальное, и пока я жил как раз у себя там в деревне, да, и как только я начал плотно заниматься футболом, перешел, ну, уехал в Калининград, и стало меньше времени на учебу, больше уже все-таки специализации в футболе, и, ну, конечно, результаты стали падать в школе. Ну, плюс-минус, я как бы, ну, все равно, ну, неплохо учился, просто я, как и все, был ленивым футболистом, и поэтому, ну, как бы, оценки упали. Вначале сказал по поводу деревни, да, вот именно так ты назвал то место, где ты начинал играть, что это за место? И ты сейчас отметил крупный достаточно город Калининград, какое расстояние между... Расстояние 40 километров. А, 40 километров? Да, конечно, это у нас область, ну, небольшая, я думаю, там, протяженность, сколько, может быть, там, 200, ну, это грубо, да. А родители переехали с тобой? Ну, родители переехали, как только я начал уже зарабатывать что-то, а так я, у меня, ну, дядя, тетя, они живут в Калининграде. Существуется, ты приехал к дяде-тете? К дяде-тете, жил, и до того момента, как уехал. Скажи, страшно было все-таки абсолютно юный, молодой человек? Ой, ну, мы, я заниматься ездил все равно в школу уже, когда, там, с 8 лет, да, ну, там, 2-3 раза в неделю иногда получалось, иногда получалось один раз, там, только по выходным, когда, ну, как родители могли, вот. Ну, первое время, естественно, страшно, трамвай, автобус, движение, все, вот этот маленький ребенок там, да, но все, привыкаешь, как бы, нормально потом. Слушай, вот, чтоб так быстренько переходить из темы в темы, потому что очень много, о чем мы сегодня хотим с тобой поговорить, потом ты попал в ЦСКА. Да. Это, вообще, ну, совсем крупногабаритный город, это Москва, вот, вот, потом и метро, и трамваи, и троллейбусы, и автобусы, и куча-куча-куча народа, вот, как ты воспринял вот эту абсолютно другую ситуацию? Ну, ну, я уехал уже, в общем-то, взрослый. Ну, в принципе, еще далеко не взрослый. Ну, как, ну, мне уже было, там, в одиннадцатом классе я уехал, но все равно, конечно, страшно, после Калининграда, после, все равно, это другой уровень. Расскажи вот эти эмоции, вот, 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 очень хочется увидеть твоих эмоций, воспоминания, вот, как ты попал, да, вот. Я, ну, это было вообще неожиданно, когда мне предложили, как бы, это, во-первых, был, ну, какой-то турнир, и мне предложили поехать на просмотр. А просто предложили просмотреть, да? Да, да. То есть, это вообще не факт, что попадешь, не попадешь? Нет, конечно. Ты единственный попал из просмотра? Я был вообще единственный на просмотр. А вообще был единственный? Да, это был вообще турнир, я уже хотел заканчивать с футболом, все, мне уже мама сказала, военный, все, как бы. Серьезно? Да, 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 у меня мама, она... То есть, даже были у тебя такие мысли, закончить с футболом? Ну а что делать, если ты 11 класс, тебе нужно что-то решать, какие-то должны быть перспективы, надо понимать, что жизнь на футболе не заканчивается, да, вот, и все, и последний турнир не по своему году, на год старше, и я поехал с ними, и так получилось, что я стал, по-моему, лучшим бомбардиром, если я не ошибаюсь, больше всех забил, и как раз были скауты ЦСКА, и мне предложили поехать на просмотр в свой год, вот, и, ну, я, конечно, согласился, во-первых, родители, а там все так быстро было, я сказал, что я поеду, они сказали, ну, езжай, как бы, я прям с поезда в другой поезд и уехал, а там, благо, было взор, что она, он тоже с Калининграда, и он раньше уехал в ЦСКА, вот, ну, я, как бы, это примерно знал, и поехал на турнир, там тоже, так, вроде, неплохое впечатление оставил, и они сказали, мы тебе позвоним, ну, и через, там, месяца 3-4 позвонили, сказали, как бы, можно приезжать, приехал, и, ну, это другая жизнь, другой совершенно, этот, я адаптировался, я был в шоке, первое время я не выходил из комнаты, там, и, ну, было сложно, в интернате, первый раз. С кем из того времени игроков ЦСКА на данный момент ты общаешься, и кто стал тоже большим мастером? Ну, из, вообще, у нас год, вот, Саная мы играем, кто еще, больше, ну, еще вратарь у нас играет, но он сейчас в Армении играет, вот, в принципе, все, наверное, Ну, тогда, когда ты попал в ЦСКА, все-таки, там уже были достаточно мастеровитые футболисты, люди с именем, люди, которых ты видел по телевизору, люди, которых ты читал в газетах, там, да, первое впечатление от тех футболистов, когда ты увидел их воочию? Ну, первые, я говорю, там, первые недели, дни я ходил вот так, с открытым ртом, смотрел, но ребята, в принципе, они компанейские, и все стараются помочь молодому, да, футболисту, вот, ну, и адаптировался, как и все, и нормально все стало, общались с кем-то, там, с Жирком, нет, 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 иногда общаемся, он сам, ну, мне уже у нас в Калининграде, и частенько встречаемся, общаемся, как бы, ну, и, в принципе, и там общались, когда были в команде, скажи, пожалуйста, а на тот момент, кто был главным тренером? Газаев. Газаев. Тренер, мы обязательно поговорим, буквально, на следующем блоке. Я выбрал пять специалистов, вообще, если посмотреть список команд, где ты играл, список тренеров, с которыми ты играл, да, тренировался, то там, то есть, это богатейшие, богатейшие люди с именем, там, лучшие, наверное, в России, люди, которые, которые в Европе дали о себе знать, ну, вот, я из этого списка выбрал пять, и очень бы хотел, чтобы ты о каждом из этих пяти что-нибудь такое насыщенное рассказал, какой он, что в нем хорошего, что в нем плохого, я думаю, почему нет. Первый из них – Александр Точилин, на данный момент, это главный тренер профессиональной команды Сочи. Расскажи, как вообще тебе работает с Точилиным, каков он, на твой взгляд? Ну, работает комфортно, играем, стараемся какой-то давать результат, и, ну, в принципе, мне с первых дней было комфортно, и это человек уже видно, как бы, как сказать, ну, наверное, может быть, новой волны в плане того, что, если ты тренировал, ну, и раньше я видел всех, если берет, там, Газаева, да, Гаджиева, это люди все-таки больше того поколения, они стараются больше принимать участие как в тренировочном процессе, так и в твоей жизни влиять на все это, скажем так, да, то здесь ты, в принципе, представлен сам себе, никто за тобой не смотрит, никто за тобой, ты профессионал, ты сам знаешь, как надо, как готовить свой организм, да, ну, и все остальное. Он на таком дилетантском языке, да, я просто задам вопрос, получается, что тренеры новой волны, они как-то общаются по-другому, либо они общаются по-минимуму, либо, не знаю, они общаются по каким-то там... Они тебе доверяют больше, чем люди той волны, ну, это мое мнение, да? Второй тренер, который мне запал в душу, о котором я хотел сказать, это именно Гаджи Муслим Гаджиев, человек, который, сколько бы я его ни видел, а вижу его по телевизору, наверное, уже так лет 8-10, он выглядит всегда прекрасно. Да. Да. Человеку возраст вообще не помех. А он стал лучше выглядеть еще, когда я был в Анжилу, хуже выглядел. Да? Да. Он младеет. То есть, получается, что если провести параллель между Тачилиным, молодым тренером, и Гаджи Муслимычем, Гаджием, который выглядит молодо, ну, чуть старше, чем Тачилин, вот, соответственно, есть разница, да? Ну, знаете, Гаджи Муслимыч в этом плане, он, в принципе, тоже старается подходить, во-первых, он же в футбол не играл. Во-первых, его любят. Его любят. Да, его очень любят. Да, и он, в принципе, с научной стороны старается подходить к футболу, он там какие-то приводит статистические данные постоянно, постоянно что-то, какие-то у нас были на сборах там профессора чего-то там, да, профессор подготовки. Ну, в общем, он в этом плане, наверное, может быть даже исключение из правил тех тренеров, да? Он, в принципе, тоже не такой категоричный, как многие тренеры того поколения, и где-то есть схожесть, ну, похожи они где-то в чем-то, в плане того, что... Ну, школа разная. Школа разная, но ты как бы профессионал, ты сам знаешь, как себя готовить, ты сам знаешь, как лучше, как это, и... Нет, почему я отметил именно именно любовь к тренеру по фамилии Гаджи? Потому что молодые футболисты с большим удовольствием, радостью готовы тренироваться у Гаджи. Да, и это много о чем говорит, на самом деле. Ну, у него разные истории есть. Он когда меня спросил, когда я пришел, он говорит, на замену не выходить, он такой говорит... А ты на какой позиции играешь? Я говорю, таки, да, там сыграю как бы... Слушай, ну, на самом деле, главное, что не спаси вообще, как тебя зовут. Да, да. Это очень важно. Да. Третья личность, личность для меня, действительно, это личность, который покорил, мне кажется, наш чемпионат, который тренировал очень многие коллективы в нашем чемпионате, это Меодрак Божевич. Такая статусная фигура. Очень многие журналисты его любят, очень многие журналисты любят брать у него интервью. Что бы ни случилось, да, команда выиграла, проиграла, это все это не важно. Меодрак Божевич всегда скажет, всегда главное знать, что сказать. Вот расскажи, Букольду Салахову, работать с Меодраком. Всегда хорошая атмосфера у него будет в команде, независимо от результата, кто как сыграл. Это за ним перебью. Он действительно спаситель? Действительно он может со дна поднять команду? Я не знаю, может он поднять команду или нет, но из того, что видел я, это позитивный человек во всем, независимо от того, что происходит. И он этим позитивом заряжает команду. Поражение, победа, это всегда шутка, всегда команда расслаблена, скажем так, да, но по-хорошему, то есть нет такого, что кто-то там ничего не делает, потому что если кто-то что-то не делает на максимуме, ну то он не будет играть и он будет там удален с тренировки, скажем так, да, вот. И Божевич всегда держит очень хорошую атмосферу и у него очень хорошая подготовка. Вот этим, в принципе, он и берет, но это мой взгляд. Сейчас может что-то изменилось, потому что, ну сколько лет прошло, да, но все равно я вижу арсенал, да, последний, последний, то, что у него было. Ну и сейчас крылья, в принципе, а крылья, в принципе, ну, крылья, это он только недавно пришел, да, и поэтому... Будем надеяться, что так потихонечку, помаленько... Но я в этом уверен, что после сбора... Команду поднимет, да. Он поднимет команду, это... А Станислав Черчесов, тебе удалось с ним немножко поработать, он правда жесткий? Жесткий, но справедливый. Да? Да. Я думаю, что, в принципе, даже больше говорить о нем не надо, все понятно, все видно. Результаты, все видно на лице Станислава Черчесова. Сто процентов. Еще одного тренера, еще одну личность я бы хотел обсудить, но для начала хотел бы побежаться немножко по тому месту, где мы находимся. Хочу тебе показать. Сбовольствие. Обрати внимание, такая спортивная аллея, на самом деле, парк науки и искусства делится на три направления, обучает детей по направлению искусства, наука и, конечно же, спорт. Спорт тоже подразделяется на три таких маленьких направления. Это хоккей, шахматы и фигурное катание. Вот как ты относишься к этим видам спорта? Ну, шахматы, понятно, это для головы, для, может быть, расслабления мозга, чего-то, отвлечения, плюс все равно хороший вид спорта, скажем так, хоккей я вообще люблю, когда есть возможность, смотрю. Вчера смотрел СКА автомобилист, допустим, хороший матч. Интересно посмотреть, бывает даже иногда интереснее, чем футбол. Ну, а фигурно-катой, наверное, это просто красиво. Это красиво. Мы продолжаем говорить о футболе, о спорте номер один, и, соответственно, пятого специалиста, которого я так отдельно вынес из рамок того общения нашего, о которых мы говорили о Черчесове, о Тучилине, о Божевиче, о Гадживе, это, безусловно, работа с Хидингом. Расскажи. Не каждый футболист, даже который очень сильно мечтал об этом, очень сильно хотел вообще дотронуться до живой легенды, поэтому действительно такая большая фигура, легенда в мировом, не то, что в российском футболе, а в мировом футболе. Расскажи, человек, который непосредственно с ним работал, каков он? Ну, это сильнейший психолог. Этот человек, я думаю, может, из любой ситуации, да, в ней же конфликт или какие-то матчи, может быть, неудачные, он все сделает так, что будет опять же позитив, и люди, которые, ну, кто играл, может, кто там конфликтовал, они вынесут для себя, что надо либо помириться, либо так больше не делать, но это очень сильная фигура, если честно, в плане психологии, в плане футбола и всего остального. Тут все видно, все понятно, то, что человек работал там, в реале, да, что-то выигрывал, и пришел в сборную России, которая показала результат, в принципе, и НЖ показывал результат, да, но там в один момент сломалось все с точки зрения футболистов, и они, видимо, подумали, что они, может быть, уже все, все выиграли, ну, так и было, конечно, что они все выиграли, но получилось так, что результат был не очень хороший, когда и, но и Керимов решил вектор развития сменить. Керим, я предлагаю о плохом. Да, я думаю, позитив, С ним было и было, о позитивном, про Анжи, про тот Анжи, который действительно, но что не игрок, то звезда, ты попал в этот коллектив, господи, ну, давай так по именам пробежимся, Самой Лето, Карлос, Трауре, Роберто Карлос, Самба, Бусуфа, Бусуфа, Жирков, Жирков, поехали к величинам российского футбола, Жирков, Шатов, Смолов, я не знаю, эпоха Денисова-Быстрова тоже была? Быстрова был, Денисов нет, Денисов, да, мы разминулись. слушай, Владимир Габулов, ну, Господи, что, расскажи, вот расскажи мне, вот как можно мужиться в этом коллективе, Потому что, действительно ли это бред полный, что русские игроки были против вот этих звезд, а звезды просто плевать хотели на игроков с российским паспортом? Да нет, в принципе, опять же, это раздутая информация, но мне бы хотелось узнать именно о человеке, который присутствовал в одной раздевалке. опять же, опять же, хитинг, опять же, он сделал так, что все были довольны. Машеньки, то, что ты считаешь, если бы не хитинг, вот было бы действительно то, о чем писали? Я думаю, что будь на его месте кто-то другой, менее гибкий, менее заслуженный, скажем так, психологический, который может оскрепощать и настраивать людей на работу, то я думаю, было бы тяжело, потому что люди, ну, очень заслуженные были, да, они тоже могут сегодня не хотеть, подумать, что сегодня я играю там с Амкаром, да, ну, и так далее. И на самом деле, мне кажется, что, скажу по-простому, легко могли бы послать. Конечно. Кто ты такой? Я там Самуэль Литова, а ты там, если знать не знаю, где были. Естественно, естественно. Мне кажется, что на тот момент, действительно другой тренер, это просто был большой минус для команды и такого результата бы не давил. Я думаю, да. Тогда хотел спросить у тебя, когда поступило предложение от Анжи, от того Керимовского Анжи, что ты подумал? Думал ли ты вообще над тем, стоит ли бы не стоит? Потому что, ну, не факт, что ты был, смог там, да, заиграть с такими людьми, но попробовать себя поучаствовать в этом проекте и попасть в историю. Ну, по сути, так и было. Я понимал, что я не буду играть там постоянно, потому что там люди заслуженные, и я там не играл, как бы выходил где-то эпизодически, да, но я пришел, посмотрел, естественно, это шансы, это надо, тут нельзя, тут не надо смотреть там ни на финансовый вопрос, ни на какой-то вопрос, просто надо прийти и увидеть, потому что с такими людьми даже потренироваться, это большой опыт, вот, и с такими тренерами. Я приехал, потренировался, посмотрел, естественно, это огромный опыт, наверное, самый большой опыт в моей жизни, да, там, и Лига Европы, и смотреть, как готовятся эти люди, там, Диара, Бусуфа, и ЭТО, это великие люди, у них надо только учиться, так же, как и у Хидинга, да, у Жиркова, у всех этих людей. Это огромный опыт, я приехал, посмотрел, но на тот момент я был молодой футболист, который только начал свой путь, который не побоялся, на самом деле, ты просто, я думаю, что многие в твоем возрасте просто побоялись, решили, что, Господи, мы будем играть лучше, в команде чуть слабее, но мы будем играть, а ты не побоялся, и действительно, этот опыт, который тебе на данный момент пригодился, ты получил. Да, богатейшего. Общение с теми, с теми, с теми, с теми. Поэтому позитивный только опыт, да, и, конечно, я только рад, что этого попал. Сочи, ты попал в команду Сочи, давай так о городе поговорим. Как тебе вообще живется в Сочи? Да, я думаю, что в Сочи всем хорошо живется, солнце, тепло, море, все отлично, вкусная еда. Есть того, чего не хватает в городе Сочи? Потому что, да, тут нет метро, тут нету много народу, слава богу. Слава богу. Но тут народ есть много, по-моему. Но не так много, конечно, как в Москве, там, или еще где-то. Много народу уехали. Сейчас в ноября чуть меньше, конечно, да, от непосредственного команде. Атмосфера, настрой, взаимоотношения именно с игроками, с ребятами. Я так понимаю, что ты многих знал уже, Да. От приходил? Да, в принципе, я как бы футболом интересуюсь, и даже если ни с кем-то не, ну, не пересекался, то, в принципе, ну, всегда слежу за футболом, и за ФНЛ, и за премьер-лигой. Поэтому, в принципе, плюс-минус я знаю. И тогда у меня такой вопрос. Достаточно молодой проект, достаточно амбициозный проект. Я говорю про команду Сочи, Не было ли страшно? Как рецепт, ну, так вписываться в этот проект и доказывать, что мы способны? Да нет. Во-первых, понимали, что команда в прошлом году, да, которая на базе создана, заняла высокое место, и задача та самая высокая, и футболисты самые квалифицированные, и тренерский штаб, и, ну, то есть, все довольно-таки на очень хорошем уровне, скажем так, И, да нет, не было страшно в этом, во-первых. Во-вторых, я уверен и в себе, и в тех людях, которые сюда пришли, там, и кто играл, судя по результату. Поэтому было самое позитивное только работать и доказывать на поле как бы результаты пока строимся, поэтому надеюсь, что дальше будет у нас намного лучше, потому что мы команда, которая претендует на как минимум на первые два места. В основном, как бы вопрос про жизнь в Амкаре. То есть, в Амкаре меня еще помнят, да? Кто задавал? Вот, а потом у меня там два вопроса есть. А, мячушку сейчас можно, сейчас же можно, да, мячку подзирать? Надо мяч еще играть, да? Слушай, ну там, там такая площадка. Главное, не спотыкнуться. 150 тысяч квадратных метров. Мы перешли на второй, может быть, даже на третий этаж, я не понял. обрати внимание. Действительно, можно в футбол играть. Можно так, два полноценных поля. Одно тренировочное, одно игровое сделать, и вот просто гонять мяч. Еще и плюс базу сделать. А у нас как раз нет, надо тут постелить искусственный, чтобы тренироваться. Парк науки и искусства, Сириус. Может быть, может быть, ответит на ваши пожелания, Никита. А продолжаем дальше, раз речь зашла о полях, о футболах, давай о галах поговорим. Вот, ты запомнился здесь, знаешь, чем помнишь, вообще не помнишь? Ты помнишь, что ты забил первый мяч в коллективе Сочи на стадионе Фишту? Ну, если честно, я этого не знал. Да? Я, вот, мне сейчас сказали. Для этого есть я, который напомнил тебе об этом. Я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Я думаю, что этот мяч войдет в историю твою личную, да? Какие еще мячи тебе запомнились? В жизни? Да. Ну, первый гол Спартаку, естественно, и у меня их не так много, этих голов, поэтому... О них можно и немножко поговорить. И вот так, про гол Спартака. Гол Спартаку, это, поистине не ошибаюсь, историческая победа. А он первый раз на выезде обыграл Спартак, или, наверное, все-таки первый раз на выезде. Ну, я вышел на замену буквально за секунду, вот примерно как Саламатова вышел сейчас. И то же самое я вышел, и сразу же мяч выбили. И так получилось, что он стукнулся где-то очень близко к штрафной. Я побежал в штрафной, и головой перекинул вратаря. Защитники ошиблись. А как ты выразил эмоции, вообще-то достаточно эмоционально? Ну, да, я чуть не убежал с стадиона, но там хорошо закрыто все было, да. Здорово. Ну, вот, и поэтому, да, очень радовались. С этого момента, как бы, ну, так, можно сказать, и стал больше игропрактики получать, и чуть-чуть изменилось в команде. Я бы, ты в одном из интервью говорил, что для тебя Амкара, это такой вот путевка в жизнь, путевка в большой спорт, путевка в футбол. Почему, расскажи. Что было до Амкара, и что случилось? Ну, до Амкара был ЦСКА, был ФНЛ, ну, первая лига на сборах. То есть, там еще непонятно было, заиграешь нормально, не заиграешь, нормально, получится, не получится. На уровне, на уровне премьер-лиги, конечно, это шанс, такой самый, первый, скажем так, да, который мне дали, меня выкупили, довольно-таки, за серьезные деньги. Это ты говоришь про Амкар. Про Амкар. Давай просто расскажи про Амкар, потому что один из наших болельщиков задал такой вопрос в социальных сетях, что для тебя Амкар, какие воспоминания у тебя с этой командой, которых, к сожалению, уже нет. Ну, это самое счастливое время футбольное в моей жизни, да. Надеюсь, пока еще есть годы какие-то, определенные. Вот. И это был, ну, наверное, лучший коллектив в моей жизни, и я показывал лучший футбол в своей жизни. И сейчас очень, ну, не больно, конечно, но меня это очень сильно расстраивает, потому что болельщики любят эту команду. Она играла в отборе Лиги Европы, если не ошибаюсь. Да. Потому что был период у Амкара, который все это сумасшедшее, просто настроит, так обувы игроки. Были классные и играли в Лиге Европы, как ты сказал. Да, когда люди, которые туда пришли, и они все это взяли и разрушили, что-то, то, что строилось. Мне на самом деле тоже очень обидно, потому что в Амкаре были классные игроки, очень хорошие специалисты в теннисном цеху, там и Рахимов тренировал, и Черчесов тренировал, да, и Божевич тренировал. Плюс мне очень нравится их форма. Она похожа на итальянский Милан. Там говорят, что с него же и это списывали эту форму. В принципе, но говорят, да. Вот такие русские Миланисты были. Ну, раз речь зашла о футболе, у нас есть реквизит, будьте любезны. Да, у нас все серьезно. Я предлагаю сделать то, что никогда тут не делали, просто немножко поперекатывать мяч, хотя, в принципе, со мной это делать бесполезно, потому что ты будешь на профессиональном уровне, а я так, знаешь, не хочу, как говорится, чтобы ты бегал туда-сюда, знаешь. Вот. Ну, слушай, ты знаешь, я вот обратил внимание, что есть вот колонны. Молод. Покажи какие-нибудь пару финтов, классно вообще. Я не умею пару финтов. Ну, как не знаю. Знаешь, вот у меня всю жизнь было научиться вот так вот. Научил меня сделать вот так вот. А я так не умею. Это надо к Горбунову обратиться, он так умеет. Я могу вот так, ну-ка, сделать. И то не всегда. И не в кроссовках. Вот. Я напоминаю, что мы находимся в парке Sirius. Я надеюсь, это будет... Квадратных метров, что? Вырежут, я надеюсь, что-нибудь, да? В таком случае, это будет реклама просто парка, вот, и все будут привлекаться, понимаешь? Все просто будут думать, что можно здесь то же самое сделать. Два вопроса от меня, если можно. Вопрос номер один. Почему ты выбрал 18 номер? Что для тебя цифра 18? Не везде это игра под 18 номером, в Анжито игра под 81, потому что Юра Жирков игра под 18, он своим авторитетом, естественно. Ну, не смог заставить тебя забрать его номер, правильно? Ну, примерно так. 18. Амкар 18, Сочи 18. Вот с Амкаром все и появилось. Потому что Амкаре было, как бы, ну, довольно-таки неплохое время, да, и я играл под 18 номером, и оттуда пошло. Так я играл до этого под 44 номером, и в ЦСКА, и в Луче, и... Ну, цифры что-то для тебя значат эти? То есть, получается, что да, просто бывает такое, что там, футболист приходит там в команду, говорит, я хочу там под 18 номером, 18-го, нет, все истерика. Для тебя не важно. Нет. То есть, был 18 свободный номер, я взял. Просит отдать реквизит, не подачу. До этого было по 39-м, был занят 18-м, в рот, поэтому нормально. Да? Да. И второй вопрос, кто и когда впервые назвал тебя Бура? Не знаю даже. Ну, это, наверное, тоже Амкар, я так думаю. Хотя, честно, сейчас я это не вспомню. Как еще тебя называют в футбольном мире? А так только и называют. Бура? Да. То есть, везде, куда бы ты ни пришел, в основном. Ну, футбольный мир, он такой, узкий довольно-таки, да, и как бы оно плюс-минус, где-то в команду приходишь, все равно кого-то знаешь. Кто-то знает тебя. И все так оттуда. Кит, ну и, как говорится, на свадка. Я думаю, что будет приятно и тебе, и в первую очередь болельщикам, если что-то им скажешь хорошего, пожелаешь им хорошего. Они действительно очень стараются, болеют, переживают, приходят на матчи, следят за каждым футболистом. Я думаю, что пожелание у тебя будет на них маленький такой подарок. Я хочу пожелать болельщикам и всем нам побольше побед, во-первых, чтобы их число росло. И я надеюсь, что мы будем развиваться вместе с ними и расти, так как, в принципе, мы для этого сюда и приехали. Мы выкладываемся и стараемся в каждом матче, но не всегда получается. Но я надеюсь, мы будем дать больше позитивных моментов с каждым матчем. посмотрите, обращайте внимание. что я оставил, как говорится, для себя и для тебя. Показайте, посмотри. Значит, вот эта штука я вообще пока не понимаю. На самом деле, подойдет специально обычный человек, он будет рассказывать. Но вот с этим товарищем я уже познакомился. Пойдем тебе покажу. Это, видишь, робот какой-то. В общем, давай попробуем. Давай попробуем. Семь начнешь. Ну, если я везде здесь, я могу все, что угодно. Привет. Здесь у тебя хотят. Привет. Ну, смотри, я вот, слышно, написано красавчик. А я некрасивый. А посмотри на него. Тоже красавчик. Посмотри на него. Спасибо. Как вам будет удобнее. Спасибо. Любой вопрос задай. Давай так. Кто будет ли играть ФК Сочи в Лиге Чемпионов? Во. Сейчас ломает. Мы узнаем это, когда придет время. Угу. Философ. Видишь, как? Всегда знает, что ответить. Ну, да. Хорошо. Сколько голов в этом сезоне забьет Никита Бурмистров? Говорите правду. Только правду. Только правду говорите правду. Видимо, вождь не забьет. Ах ты. Как тебя зовут? Крепка. Красавчик. Может быть и мейка. Видишь, какой. Зато всегда знает, что ответить. И что сказать. Судя по креслицам, это что-то... Это МЦК. МЦК. по-моему. И у меня еще долго кресло хорошее. Да, слишком хорошее. А такое будет когда-нибудь, в ближайшем будущем? Да, наверное. Сейчас буциферки. А где там сынки? Вот пять, четыре. Ну что ж, как говорится, для округлого сайта готово. Завтра я на игру не выйду, то виноватая Робика. Уроки 68%. Это очень много. Много? В основном получают 30-40%. Видите, у вас показатели как он гораздо больше среднего. Неудивительно. Ты сколько на тебе любимая страна у тебя? Куда ты чаще всего ездишь? Что нравится? Чаще всего езжу. Ну да. Ну чаще всего, не знаю, Польша, Россия, Германия. Я живу рядом, поэтому. Мне почту, да. На машине. Потому что как бы Европа тебе нравится, да? Да, Европа мне нравится. Дальше один вопрос. Как ты относишься к фотографиям? Вот лично не к постановочным фотографиям, а к тем фотографиям, которые фотографы тебя фотографируют во время игры. Мало ли, какие там эмоции могут быть. У меня обычно неудачные. Так они любят неудачные. Ну да. Но я не очень люблю вообще. Я не соцсети, не фотографии, не фотографироваться, не сниматься, ничего. Несмотря на то, что ты это не любишь, сейчас давай проведем эксперимент. Посмотри, вот было стало, начнем с было, с фотографий. Это когда я начал, когда сейчас, да? Да, 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 да. Так. А, вот смотри туда. Я в телефоне-то не знаю, куда смотреть. А тут. Это, знаешь, похоже на фотографию, так, в магазине два вора, правда, действительно так. Этих людей больше не пускай. Зашли, да, да, да. Зашли такие. Вот, хорошо. Это когда в аэропорту вот это вот разыскивает полиция. Да, 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 да. Теперь встава. Вот давай еще раз то же самое. Присели, как в Лиге чемпионов. Да, да. Ну, лучше. А это полиция их нашла? Пожалуйста, там уже он был. А это лишь, там уже лайки пишут. Можно выбрать какой-то такой элемент связанный с Москвой, да, вот это. Ну, лучше Лужники, там я свой первый гол забил. Да, давай, Суша, круто. Серьезно, первый гол забил у Лужники. Ну, Спартаку как раз. Ушки-мальтишки. Понятно, что за человек. Так вот так, смотрим опять наверх. Что там будет? Нет, там нажать? А, нажать. Уж какие мы с тобой несовременные. Вот так можно на самом деле вот непонятно. Сейчас-то постоять минут 30. Можно, можно. Да, и ждать пока. Мы же привыкли к тому, что все-таки ты встал, уже фотографируют. Ну, вот так. Система пока не дошла здесь еще, видимо, это в будущем. Все впереди. Ну, действительно, вот тебе такой подарок классный, да, с точки зрения того, чтобы уже никак забить своего первого гола, то у дорогого стоит. Ну, круто, круто. Ну, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!